Бедность, безработица и низкая заработная плата – проблема многих каргызстанцев. Именно по этой причине свыше миллиона человек находятся в трудовой миграции. Однако нередко граждане, покинувшие родину в поисках заработка, становятся жертвами убийств, конфликтов, сексуальной эксплуатации или болезни. Только за прошлый год около 300 трудовых мигрантов умерли по различным причинам. Большой проблемой оборачивается для близких погибшего доставка тела. Не у всех семей находится финансовая возможность передать останки умершего родной земли. По данным Министерства иностранных дел, стоимость доставки груза 200 варьируется от 30 тысяч сомов до 18 тысяч долларов. Если ранее сумма компенсации за транспортировку груза 200 в нашей стране составляла 50 тысяч сомов для близких родственников погибшего, то сейчас сумма зависит от географического расположения того или иного государства. К примеру, в России стоимость груза 200 может достигать 120 тысяч рублей, в Китае – 15 тысяч долларов в США, в Корее – 6 тысяч долларов, в Казахстане – 600 долларов, в Узбекистане – 300 долларов США. Таким образом, если до 2021 года государством выделялось 15 миллионов суммов для доставки груза 200, то с начала текущего года эта сумма возросла до 30. Новое постановление вступило в силу с 15 мая 2021 года. В стоимость груза 200 входит санитарная обработка тела, бальзамирование, деревянный гроб и цинковый ящик, герметизация и другие. Также, кроме увеличения суммы компенсации, значительно упрощён процесс оформления необходимых бумаг. Если раньше требовалось около 14 различных документов, то теперь достаточно трёх. Это копия паспорта получателя, копии документов, подтверждающих родство, и нотариально заверенная копия свидетельства о смерти. Получить сумму имеет близкий родственник или лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности. Кроме того, изменения в сроках. Сейчас, если ранее денежные средства, единовременную выплату можно было получить в течение трёх месяцев со дня смерти, то сейчас заявление можно обратиться в течение шести месяцев. Кроме того, необходимо отметить, что настоящее постановление применяется в отношении случаев, наступивших после вступления в силу настоящее постановление. То есть, данные выплаты в таком размере, который мы сейчас озвучили, производятся с 15 мая 2021 года. В других случаях выплаты производятся по нормам и правилам ранее действующего постановления. Однако некоторые активисты, занимающиеся проблемами мигрантов за рубежом, говорят, сумма, предоставляемая государством, бывает не всегда достаточно. При оформлении доставки тел родственники сталкиваются с множеством административных и бюрократических проволочек. И в большинстве случаев тела доставляются за счёт собственных средств родных и близких и на деньги, собранные членами диаспоры и земляками. Самое тяжёлое, когда у погибшего нет родственников или близких людей. Или у семьи просто не хватает денег. Сейчас, даже когда сбор средств осуществляешь, люди относятся равнодушно. Народ уже устал. Если раньше была беда, то люди сразу могли дать по 500 тысяч сомов. А сейчас даже 50-100 сомов с силой отдают. Ну, конечно, и на том спасибо. В настоящее время, чтобы привезти тело умершего, требуется около 75 тысяч рублей. Несколько лет назад можно было транспортировать за 30 тысяч сомов. С каждым годом всё дорожает. А в тех странах, которые далеко находятся, это обходится ещё дороже. Чтобы получить от государства компенсацию, надо ждать очередь, оставить заявку, подготовить документы. Эта долга и сумма ты получаешь уже после 40 дней погибшего. Число мигрантов, покинувших Кыргызстан, в прошлом году уменьшилось на 21%. Большая часть из них находится в России. Ежегодно они пересылают своим семьям и родственникам более 2 миллиардов долларов. Но по итогам 2020 года объём денежных переводов снизился. По информации Национального банка, за первый квартал падение составило 19%, а за апрель – более чем в три раза, достигнув самого низкого показателя за последние три года.